Друзья, всем привет! С вами Димон, вы на канале Всекитай. Ну что ж, сегодня у нас будет небольшая порция китайских лютых новостей. Потому что, друзья, эта неделя будет очень офигенной, потому что новостей дофига, презентаций тоже. Ну что ж, начнем с понедельника. И да, сегодня уже представили очень любопытные, очень интересные и нафаршированные смартфоны. А завтра нам покажут еще больше интересных, крутых новинок. В общем, друзья, садимся поудобнее, берем чай-печенюки и поехали! И первое, с чего мы начнем, друзья, это то, что завтра компания Lenovo представит свой Lenovo Z6 Pro. Конечно же, завтра я сниму отдельное видео и все подробненько расскажу о данном смартфоне. Но на данный момент уже есть дизайн смартфона и, знаете, он в принципе неплох. Да, но дело в том, что это чудо получит 4 камеры! 4 камеры сзади! Да, как-то вот так-то на 48, на 16, на 8, так еще и 2-мегапиксельный модуль будет. И, скорее всего, это камера ТОВ, ну или датчик ТОВ, короче, как-то вот так. Но дело в том, что это будет смартфон на Snapdragon 855 и смартфон будет заточен под видео. Просто будет всех разрывать. Там 8-осевая стабилизация будет, короче, что-то нереальное так уж точно. А также, друзья, банка будет на 4000 мАч. Короче, ждем завтрашней презентации и посмотрим, что это за лютый зверь от компании Lenovo. Надеюсь, это будет крутая новинка. Компания Meizu завтра представит свой новый флагман Meizu 16S. Да, и знаете, дело в том, что уже как бы есть цены на смартфончик. И приблизительно в России его можно будет купить за 530 баксов. Что, в принципе, как бы неплохо. Но дело в том, что если компания Meizu представит свой Meizu 16S в Китае за 500 или за 480 баксов, то у меня есть только один вопрос. А нахрен кому-то нужен такой смартфон? Потому что, извините меня, но, блин, компания Meizu сейчас находится в очень трудном положении. Это во-первых. А во-вторых, она не обновляет свои глобальные версии смартфонов. Очень часто не обновляет. Она забивает болт и обновления там раз в полгода, а вообще иногда даже раз в год прилетают. И все. Короче, скукота, скукотень. И согласитесь, за 500 баксов покупать такой смартфон нет. Тем более, что за 330 вот на сайте Алиэкспресс можно будет купить Meizu 16. Согласитесь, круто. Как по мне, очень даже неплохо. В общем, дело в том, что уже есть фотография, друзья, коробки смартфона. И там как бы четко видно, что Meizu 16s, наконец-то, смартфон компании Meizu, новенький смартфон, не старенький, а новенький, получит NFC. И да, это очень круто, очень хорошо. Короче, смартфон должны нафаршировать очень хорошо. И завтра мы узнаем и посмотрим, что же там компания Meizu нам представит. И сделает она вау-эффект вот такой вот офигенный. Или же просто это будет смартфон, который, ну, никого не заинтересует. Ну что ж, Meizu 16s нам только завтра покажут, а уже в сети есть фотографии нового смартфончика. Причем это игровой смартфон от компании Meizu. Meizu 16t. Смартфон, который будет, ну, относительно дешевым. Точнее, это будет самый доступный смартфон компании Meizu. У нас на Драгоне в 855-м. Так еще там банка будет на 4000 мАч. И с фронтальной части это будет вылитый Meizu 16s. Плюс будет тройная основная камера. Вот такая вот супердичь получится. Пока что, понятное дело, данном смартфоне нихрена неизвестно. В общем, будем ждать и посмотрим. Потому что у компании Meizu, еще раз повторюсь, сейчас, ну, дела так себе. OnePlus, да, друзья, скоро нам покажут новенькие смартфончики. И, как оказалось, там аж будет две или даже три модели. Вот так вот необычно все будет в этом году, скорее всего. И да, уже есть фотография нормальная, хорошая фотография. OnePlus 7 Pro. Вот так вот. Если честно, ну, я посмотрел и ничего нового не увидел. Потому что у нас есть просто фотография задней части смартфона. Это вылитый OnePlus 6T. Только добавили еще один модуль основной камеры. И все. Короче, ну, пока что скучно, скучно, скучно. Но, слава богу, ждать осталось недолго. И буквально через три недели нам покажут, наконец-то, новенькие смартфоны. Потому что я жду эту троицу офигенных смартфонов от компании OnePlus. Потому что я уже хочу себе новенький, новенький OnePlus. Да, как-то вот так. Ну и последняя новость на сегодня. Ну что ж, наконец-то это свершилось. Да, друзья, сегодня представили убийцу, нагибателя, разрушителя. Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro. Да, компания Realme представила просто убийцу. И да, друзья, это не громкие заявления, а это, ну, можно сказать, реальность. Потому что смартфон получился, ну, по крайней мере, на бумаге. Ох, какой интересный. Я думаю, в Индии компания Realme, ну, неплохо так нагнет компанию Redmi и Xiaomi. Потому что они выпустили реальную пушку. Итак, друзья, Realme 3 Pro. Смартфон, который просто призван всех убивать. Ну, по крайней мере, в Индии так уж точно. Ну, смартфоны, если вы правильно поняли. Не людей, а смартфоны. В общем, дизайн смартфона типичный. Ничего нового там, конечно же, нет. У нас есть ковлевидный вырез, минимальные рамки. Задняя крышка выполнена из стекла. Все нормально, все хорошо. Ну, что ж, характеристики. Дисплей 6,3 дюйма, Full HD+, разрешение, процессор Snapdragon 710. Хорошо. 4 или 6 гигабайт оперативной памяти, 64 или 128 гигабайт встроенной памяти. Банка на 4045 мАч. Плюс поддержка быстрой зарядки VOOC 3.0. То есть, 20-ваттная зарядка. Короче, друзья, смартфон будет заряжаться, ну, быстренько, да. Основная камера на 16 мегапикселей. Sony IMX 519 с диафрагмой F1.7 плюс 5-мегапиксельный модуль. Неплохо, я думаю, да. И фронталочка, ну, на какие-то там, ну, скромненькие 25 мегапикселей. Все хорошо. Но дело в том, что это чудо сможет снимать слоумо-видео 960 кадров в секунду в HD-качестве. Ну, вы, наверное, подумали, что этот смартфон, ну, стоит как минимум, там, долларов 300. Нет, компания Realme будет продавать данное чудо за две сотни. 200 долларов. Версия 4.64. Смартфон, который нафарширован полностью. Плюс еще компания заявила, что смартфон имеет защиту от брызг. Короче говоря, нафаршировали по полной. В 200 баксов они всунули все, что только можно. Если бы туда еще установили NFC, то, фу, все прощай. Все прощай, вот наш новый король Realme 3 Pro. Но пока что единственный минус в том, что это чудо будет продаваться в Индии. И да, я, блин, уже хочу, чтобы компания Realme наконец-то начала продавать свои смартфоны на глобальном рынке. Потому что, ну, очень интересные смартфоны. За недорого мы получаем крутые характеристики. Короче, друзья, как вы думаете, этот Realme 3 Pro немножко пощемит? Компанию Xiaomi и Redmi в Индии или же нет? Я все же думаю, что Realme 3 Pro хорошенько так зайдет индусам. Я думаю, очень много появится в сравнении Redmi Note 7 и Realme 3 Pro. По-любому, скоро такое будет на YouTube. Короче, друзья, вот такой вот смартфончик представила компания Realme. Как по мне, огонь. Ну что ж, друзья, вот такие вот сегодня у нас новости, слухи, анонсы получились. Надеюсь, данное видео вам как всегда понравилось. И вы меня будете поддерживать лайками и комментариями. Да, друзья, давайте больше лайков, больше комментариев. Потому что надо набрать уже 100 тысяч подписчиков. Осталось, ну, немножко. Хотелось бы дожать, друзья, до лета. И все будет офигенно. Да и сейчас все хорошо. Но, блин, сотня это очень круто. В общем, с вами был Димон. Канал Всекитай. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok